привет всем в одной из социальных сетей есть такая группа которая постит всякое искусство из ссср различные художники в основном какая-то коммунистическая красная тематика и вот значит недавно я увидел они выложили портрет ворошилова за авторством бродского исаака израилевича вообще сама эта группа она не о рисовании она просто такая культурно-познавательная и поэтому аудитория там с рисованием вообще никак не связано практически то есть такая праздная интеллектуальная или может быть и псевдоинтеллектуальная аудитория и значит вот здесь пишут подписчики гиперреализм чистой воды второй товарищ техника впечатляет особенно исполнение прозрачной чернильницы ну шаш такие рассуждения подходят для праздной публики мои художники все-таки давайте тщательнее рассмотрим эту картинку и выясним соответствуют ли такие характеристики действительности или нет ну те кто давно занимается рисованием они сразу поймут что никакого гиперреализма тут конечно же нет тут и пример реализма в общем-то не самый лучший как видим в общем-то достаточно пережженные цвета в полутенях это причем не дефект фотографии вот судя по рукам на руках такого нету только вот на лице черноватые такие грязноватые тени то есть ну какой какой гиперреализм в общем-то дальше давайте смотреть один из восторженных зрителей заявил что здесь впечатляющая техника техника впечатляет особенно исполнение прозрачной чернильницы 7 лайков давайте посмотрим чернильница ну то есть я так понимаю если элементарно художник передает стеклянный материал то это уже что-то впечатляющее а вот искаженный конус на этой чернильнице интересно впечатляет этого товарища или нет как видим конус достаточно деформирован съехал куда-то влево в общем впечатление достаточно сомнительные смотрим дальше рука справа здесь у нас какое-то необоснованное снижение насыщенности то есть это по сути воздушная перспектива которая непонятно вообще шузя сделает она что сделана для того чтобы сделать руку фоном для газета правда а газета правда это что основной элемент композиции но на это совершенно второстепенный элемент на переднем плане самый главный элемент это сам ворошилов и вот это вот воздушная перспектива на нем она ломает композицию когда присматриваешься к этому месту начинаешь замечать и какие-то странности с рукавами у этого товарища вот здесь на месте сгиба образовывается прямо какая-то огромная гофра то же самое собственно и в левой части картинки но здесь это выражено совершенно ужасающе и напоминает вот такие вот рукава из средневековья создает в целом не очень хорошее впечатление перемещаемся к другой руке и первое что мы видим очень сильный рефлекс который больше похож на облик на материи такого яркого пятна вообще быть в принципе не может поэтому очередной косяк собственно смотрим мазки на складках рукава что мы видим маски явно не клались по форме кисть размазывалась отдельно по каждой плоскости что вообще повергает в шок вроде бы как известный художник и допускает ошибки как у первого курсника художественного вуза благодаря таким размазывания форма становится обтекаемой теряется фактура материи и портится внешний вид то же самое мы видим на вот этом вот железном колокольчике то есть бродский вот так вот размазывал кистью по плоскости не стоит такого делать это портит картину придает какой-то технический вид идет в ущерб живописи не стоит не стоит ну что можно сказать если тут гиперреализм конечно нет и реализм тут в общем то не самый качественный впечатляет ли стеклянная чернильница учитывая искажения такие на верхнем конусе в общем комментировать тут всерьез нечего и так вот в таком качестве рисовал наш товарищ бродский но это еще не все давайте посмотрим некоторые моменты из его биографии бродский занимался и организации художественного образования в ссср с 1932 года он был профессором а с 1934 года директором всероссийской академии художеств то есть художник который рисовал кривые конусы размазывал кисть по плоскостям и допускал другие дилетантские ошибки занимался реорганизацией художественного образования в ссср вот что действительно шокирует ну что ж это был небольшой бомбеж по бродскому думайте сами соглашайтесь или нет но всегда сами анализируйте увиденное никогда не ведитесь на авторитетов на какие-то звания при тщательном анализе все это может оказаться очень сомнительным делом всегда имейте свою голову на плечах оценивайте чужие работы с анализом берите в них лучше и имейте критическое мышление на этом все всем удачи всем пока